Фестиваль Манны Фестиваль Манны Есть сокровенная тайна в первом чуде Иисуса, когда Он превратил воду в вино в Кане Галилейской. И сегодня на фестивале Манны я поделюсь ею с вами. Я очень рад, что могу показать вам это место, на котором мы не снимали программу уже более 15 лет. Я нахожусь прямо под ступенями Хульды, которые являются подножием храмовой территории в Иерусалиме. Камни, которые вы можете видеть здесь на земле, на которых я стою, относятся ко временам первого храмового периода, то есть храма Соломона. Когда здесь проводились раскопки, то были найдены эти чудесные большие глиняные кувшины, которые, вы видели, считается, что в этих глиняных кувшинах могло храниться вино, либо масло. Совсем скоро я перейду к рассказу о чуде в Кане Галилейской, где Иисус превратил воду в вино. И также поделюсь с вами сокровенной тайной. Я называю ее пророческой тайной, которая скрыта в этой истории. Я буду зачитывать места из Писания, разбирать их и делать паузы, чтобы переходить к конкретным словам и давать вам некоторые объяснения по поводу этих слов. Возьму свою Библию. Посмотрите, где она лежит. На самом деле я переживал, что одно неловкое движение, и она могла бы упасть в этот древний колодец. Думаю, здесь глубина метра восемнадцать. Представьте, как в один прекрасный день здесь снова будут проводиться раскопки. Откопают кое-что и скажут, смотрите, здесь есть Библия человека с фамилией Стоун. Поэтому я пойду дальше. Иоаннам 2.1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матери Иисуса была там. Первое, что я хочу отметить, это то, что свадьба была на третий день. Если говорить о днях недели, вы знаете, что у них есть названия. Понедельник, вторник и далее. Эти названия не были придуманы жителями Северной Америки. Их на самом деле придумали греки и римляне. Они дали название дням недели в честь космических планет. Суббота, день Сатурна, понедельник, день Луны, воскресенье, день Солнца. В еврейском исчислении ориентируются на историю творения в книге Бытие, первой главе, где написано, «И был вечер, и было утро, один день, и был вечер, и было утро, день второй». И так продолжалось от первого до седьмого дня, когда Бог отдыхал. А что такое третий день недели? В те времена дни исчислялись так. Первый день недели — это воскресенье, на второй день недели — понедельник, а третьим днем был вторник. Возникает вопрос, почему свадьба была на третий день недели? Если вы вернетесь к первой главе Бытия, то увидите, что когда Бог создал все в первый день, это было хорошо. Во второй день это тоже было хорошо. Однако из всех шести дней творения был один день, который вдвойне был благословлен. Бог создал что-то и сказал, что это хорошо. И всего несколькими стихами позже, я говорю про стихи с девятого по тринадцатый, Бог снова говорит «это хорошо». То есть на третий день творения Бог дважды сказал, что это хорошо. В то время, как в остальные дни Бог говорил это один раз. Кто-то заметил это много веков назад, и люди начали верить, что лучшим днем для свадьбы будет третий день недели, то есть вторник. Потому что Бог дает в этот день двойное благословение. Идея состоит в том, что Бог благословляет невесту, Бог благословляет жениха, двое становятся одним. То есть вторник — это двойное благословение. Да, мы не делаем этого в Америке, мы всегда женимся в пятницу или субботу, чтобы все члены семьи смогли приехать. Но не забывайте, что в те дни люди жили общинами, рядом с родственниками. Интересно, что речь идет про события в Кане Галилейской. Если вы были в Израиле, то знаете, что Кана Галилейская находится примерно в десяти километрах от Назарета. Там Назарет был городом, в котором рос Иисус. Он начал свое публичное служение, но он много лет прожил в Назарете. Вот что интересно, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на этот момент. Написано, что Матери Иисуса была там, на свадьбе. Это указывает на кое-что важное, по мнению автора Евангелия. Это указывает на то, что этот человек, который женился, был связан лично с Иисусом. Это могли быть брат или сестра Христа. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые не верят, что у Марии были дети после рождения Иисуса. Однако в Писании указано, что у нее было несколько детей после рождения Христа. Одним из них был Иаков. Мне бы не хотелось далеко уходить от нашей истории, но отмечу, что Иаков даже по-настоящему не верил в Христа и в то, кем он был, пока Иисус не воскрес. Да, за всем этим стоит очень длинная богословская история, на которую у нас нет времени. Давайте продолжим. Если вы постоянно смотрите фестиваль Манны, то знаете, что иногда я могу идти далеко от главной темы, поэтому мне нужно сосредоточиться. Был также зван Иисус ученики его на брак. Все ученики были важными людьми в жизни Марии Иисуса. И как недоставала вина, то Матери Иисуса говорили ему, вина нет у них. Это важный момент. Когда мой сын женился, было свадебное мероприятие. Когда Тиффани выходила замуж или когда Нейтан женился, то у них свадебное мероприятие длилось один день. И нужно благодарить Бога, что это длилось всего лишь в течение одного дня, ведь во времена Иисуса свадебный прием длился семь дней. Всех членов общины звали принять участие в праздновании. Это было длительное праздничное время. А самым большим оскорблением для общины было, если вдруг на свадьбе заканчивалась еда или напитки, и людям нечего было подать. Конкретно в этой ситуации мы читаем, что закончилось вино. Поэтому Мария подошла к Иисусу, сказала, что у них закончилось вино. И вот, что Он ей ответил. Иисус говорит ей, что Мне и тебе, Женок, еще не пришел час Мой. Это очень интересный момент. Вспомним историю Иисуса. Сначала Он был крещен Иоанном. Затем Он провел сорок дней в пустыне, где Его искушал дьявол. Затем Он вернулся в Галилею в силе Духа Святого, и Он как будто бы говорит, «Смотри, есть кое-что, что я должен сделать, и есть задание от Моего Небесного Отца». Мне не время сейчас практиковать или проявлять свое назначение в этой области, потому что если вы снова будете изучать Библию, то поймете, что это был район Назарета. Смотрите, что произошло дальше. «Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте». Мне нравится этот стих. Мария понимала, что Иисус может сделать что-то сверхъестественное, и вместо того, чтобы довидеть на Иисуса, она сказала служителям делать все, что Он им скажет. Это означает, что она понимала, что Иисус может сделать что-то с помощью веры. То есть именно Мария побудила Иисуса что-то сделать. Смотрите, что дальше произошло. Кстати, все, что Иисус скажет тебе, делай. Я говорю это каждому верующему, который смотрит меня сейчас. Чтобы получать благословение и расположение Бога, нужно повиноваться Ему не только в больших делах, нужно повиноваться в мелочах. Библия говорит, если быть верным в малом, то будет дана власть над многим. В Иоанн на 2 главе, 5 стихе, заключен очень важный принцип. Давайте посмотрим на это с пророческой стороны. Как вы видите здесь, я стою на уровне первого храмового периода, где произошло разрушение Вавилона. Тут стоят кувшины для воды. Их тут один, два, три, четыре, пять, шесть. Да, их шесть штук. Это интересно. Три из них стоят прямо передо мною. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского. Хочу вам быстро пояснить. Все эти кувшины сделаны из глины, а не из камня. Это означает, что они могли использоваться для воды или для масла. Однако здесь мы читаем, было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. И это очень интересный момент, потому что это указывает на какое-то церемониальное очищение водой. Например, если речь идет про церемонию или ритуалы очищения, значит, это было связано с сосудами с водой, которые должны были быть сделаны из камня, а не из глины. Эти кувшины и чаши вырезались прямо из камня. У меня есть каменная чаша из первого храмового периода, которая была найдена в Иерусалиме, и вы можете видеть, что она действительно грубо вырезана. Представьте себе, это чаша для воды, вырезанная из камня. Итак, вот что произошло до того, как невеста приходила на свадьбу, чтобы заключить брак со своим мужем, мужем ей нужно было пройти ритуальный процесс очищения, в котором она не только мазалась маслами, но ей нужно было пройти через погружение в микву. Это была подготовка для заключения брака с мужем. Миква — это водный резервуар, в который погружались для освещения или очищения. Это были ритуалы перед определенными мероприятиями, в том числе и перед свадьбой. Вот что я хотел вам пояснить. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их до верха. Очень важный момент. Не на половину и не на четверть, но до верха они их наполнили. Теперь подчеркните и несите к распорядителю пира. И понесли. Они подчеркнули и отнесли. Это был тот человек, который управлял мероприятием, распорядитель. Возможно, что один из вступающих в брак был связан с Христом, а также с Марией. Он также был человек, который организовал это мероприятие в Кане, руководил всем, что происходило, следил за тем, чтобы была еда, питье, и все были довольны. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшееся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек сперва подает хорошее вино, а когда напьются, тогда худшие». И вот ключевой момент. Написано, «А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил Свою славу. «И уверовали в Него ученики Его». И еще прочитаем один стих. «После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его». Обратите внимание, написано про Его братьев, речь идет про Его семью. У Иисуса действительно были братья в семье. И там пробыли немного дней. В ближайшие несколько минут я хочу поговорить с вами о кувшинах с водой, которые евреи использовали для очищения. Прежде всего, обратите внимание, что они сделаны из глины. Важный момент заключается в том, что Бог хочет наполнить нас до краев, до такой степени, чтобы мы переполнились. Я — это дух и душа и тело. И то, что я являюсь сосудом из плоти, делает меня глиняным сосудом. «Я — глина в руках Бога-горшечника». Иеремия говорит о гончарном круге и о том, как Бог формирует людей из глины. Можно представить, как Он это делает. Он прижимает глину, воссоздает ее снова, делает форму. То есть, мы — это глиняные сосуды. Смотрите, какой важный момент. Сосуды были наполнены водой, но когда Христос сказал слово, когда Он благословил воду, когда Он изрек пророчество, то вода стала вином. В храме Ветхого Завета и Скини Моисея вода и вино были очень важны. Но также на некоторых праздниках, таких как Кущин, была и вода, и вино. Они использовались для церемоний возлияния. Их выливали на жертвенник. Дам вам еще мысль для размышления. Фараон был убит. Он утонул в воде. Но именно кровь Агнца победила смерть. «Затем, в служении Христа, когда Он умер, Его проткнули копьем, и из тела вышла кровь и вода». То есть, мы часто видим истории про воду и кровь. Мы принимаем крещение в воде, но именно кровь Иисуса спасает нас. Покаяние — это принятие работы крови Иисуса по вере. Крещение — это крещение в воде. В этой истории духовный принцип заключается в том, что вода превращается в вино. Здесь есть очень важный момент, который я вам покажу. В Библии можно найти несколько примеров про вино и кровь. Например, если мы обратимся к Исаии, где речь идет про величайший гнев, и виноградный сок, который является прообразом крови. Помните, когда Иисус на вечере с учениками давал им чашу с вином? Он сказал, что это его кровь, кровь Нового Завета. Нет, вино не превратилось в кровь, это был прообраз крови. Поэтому, когда вы причащаетесь, то принимаете вино или плод виноградной лозы, и это символизирует кровь Иисуса. Кровь Иисуса Христа мыла мой дух и душу. Я был крещен водой, и все это составляет единый важный процесс. Итак, было шесть кувшинов с водой очищения. Водное крещение является символом очищения духа, души и тела. А кровь Иисуса очищает нас от всей неправды. Было шесть кувшинов с водой. Давайте посмотрим внимательно. Шесть кувшинов. А что, если мы вернемся к истории Творения и возьмем дни, которых было шесть, и применим их к шести горшкам с водой? У Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Поэтому первый день Творения представляет собой первую тысячу лет, вторую, вторую, и так вплоть до шестого дня Творения. Почему я с вами этим делюсь? Давайте перейдем к четвертому дню Творения. Солнце, Луна и звезды были созданы в четвертый день Творения. Почему Солнце, Луна и звезды не были созданы в первый день? Потому что написано, что на небесах Бог сказал «Да будет свет» и «Стал свет». Это было конкретное творение. Даже раввины говорят, что это был таинственный свет. Бог творил Словом, и было Слово, ставшее плотью. Это был Иисус, существовавший в самом начале. Иисус говорил, что «Я» есть свет. «Я» — свет мира. Солнце, Луна и звезды, которые являются космическими светилами, не были созданы до четвертого дня. Если каждый день представляет собой тысячу лет от Адама, то это означает, что от Адама до Христа было четыре тысячи лет. Один ученый-хронолог на основании библейской хронологии показал, что Христос пришел на Землю примерно четыре тысячи лет после сотворения Адама. Смотрите, Солнце, Луна и звезды появляются в конце четвертого дня, и Бог благословляет четвертый день за космический свет небес. Иисус ранее существовал на небесах с Отцом, но Он пришел на Землю в образе человека. Иисус сказал, «Я» — свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тне, но будет иметь свет жизни. Четвертый день творения — это прообраз четырехтысячного года, когда появляется Иисус, и как Солнце своим светом, слава и теплом Он освещает мир. Иисус пришел через четыре тысячи лет после Адама. Это прообраз четвертого дня. И так было шесть кувшинов для очищения, и прошла эта великая свадьба. Для меня это значит, что если мы пройдем весь путь от Адама до времени возвращения Господа, то это будет примерно через шесть тысяч лет. Да, возможно, это смешно пытаться выяснить, по какому календарю живет Бог, потому что в Книге Откровения есть календарь из трехсот шестидесяти дней в году. Мы используем календарь, где триста шестьдесят пять. На Ближнем Востоке также есть календарей, в которых год состоит из трехсот пятидесяти пяти дней. Но я скажу вам, что от сотворения Адама до настоящего времени прошло где-то около шести тысяч лет. Возможно, немного больше. Я не хочу вдаваться в долгие дебаты по этому поводу или обращаться к графикам и тому подобное, потому что у меня нет времени на этом. Но это шесть тысяч лет, которые представляют собой шесть кувшинов, наполненных кровью. Мы читаем в Бытие, что Бог использовал шкуры животных, чтобы одеть Адама и Еву. Это было первое пролитие крови после падения человека. Даже когда появился закон, были жертвоприношения. Все время были эти кровные жертвоприношения. Итак, мы находимся под кровью Христа примерно со времени распятия. Бог творил в течение шести дней. Человек был создан на шестой день, а затем Бог отдыхал. И этот седьмой день отдыхающего Бога в книге Бытие представляет собой картину 20 главы Откровения, где говорится, что мы будем правиться Христом в течение тысячи лет. Даже ранние отцы учили тому, что шесть дней творения представляют шесть тысяч лет, а седьмой, когда Бог отдыхал, представляет тысячелетнее царствование Христа. Эти шесть кувшинов воды для очищения могли пророчески быть прообразом шести тысяч лет существования человека. Откровение, девятнадцатая глава. Мы с вами приглашены на небесный брачный пирагнца, где мы будем сидеть со Христом. На тайной вечере, или как ее называют, на пасхальной вечере, Христос держал чашу с плодами виноградной лозы и сказал, что это кровь Нового Завета, которая будет пролита за нас. Он сказал, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Мы невеста Христа. Церковь — это невеста Христа. Так и есть. Мы попадаем на небеса и встречаемся со Христом, который является женихом. На небесах будет проходить брачный пирагнца. А что должно быть подтверждением между невестой и женихом? Это не физическое подтверждение, как это происходит у мужа и жены в медовый месяц. Речь идет про его кровь, которую он пролил за нас. И когда мы придем на брачный пир, он подтвердит это своей печатью. Согласно некоторым примерам Ветхого Завета, последний, седьмой год скорби мы будем на небесах, и в течение целого года у нас будет брачная вечеря агнца. И снова у меня нет времени, мне не хватает времени, чтобы показать вам все места из Писания. Но обращайте внимание на пророческие шаблоны. Не все является пророчеством. Не везде в Библии вы можете находить пророческие примеры, но я думаю, что свадьба в Кане Галилейской – это один из трех примеров, которые дают нам великий пророческий образ того, как кровь Христа попала в эти старые глиняные сосуды. Мы готовы однажды пойти на его брачный пир на небесах. Слава Богу, я всегда буду помнить, что сказала Мария. Что бы Иисус ни говорил тебе, делай это. Какой прекрасный день в Иерусалиме. Какой прекрасный день для проповеди здесь, прямо возле Храмовой горы. Спасибо, что присоединились.